здравствуйте дорогие друзья про город музей плавск уже вышло несколько фильмов и вот сегодня хочу вам показать еще один интересный объект это старинный мост через реку мормышка конечно сейчас эта река больше напоминает заросший ручей но когда-то она была судоходная точный возраст этого моста не знает никто по словам нашего соратника алексея показавшего его нам этот мост очень старый так это или нет не берусь судить просто хочу вам показать то как он сделан и стоит до сих пор причем по нему до сих пор ходят железнодорожные составы чтобы вам было понятней то для сравнения могу привести мост в том же плавске который был построен советское время в 70-х годах и который развалился через несколько месяцев после постройки а этот стоит до сих пор обратите внимание на способ крепления узлов это клепки вы видите толщину металла а теперь обратите внимание на то из чего сделаны устои крайние береговые опоры моста это блоки из марморизующегося известняка каменные блоки из такого же материала мы видели когда осматривали мост на реке упе про него есть отдельный фильм на канале к сожалению проходя по мосту непонятно что это за мост как он построен и какую ценность представляет да спустившись вниз мало кто будет задаваться вопросами большинство скажет подумаешь мост как мост однако как я постоянно говорю наша история буквально у нас под ногами нужно только внимательно смотреть чем друзья и предлагаю заняться а пока вы смотрите зачитаю вам немного официальной информации чтобы иметь представление что это вообще за железная дорога такая и так кратко официальная историческая справка село сергиевская с 1926 года именуется город пласк в 1891 году некоторые владельцы правых мельниц и других действовавших на тот момент промышленных предприятий расположенных вдоль реки плавы в крапивинском уезде тульской губернии были станции сергиево 1 московско-курской железной дороги обратились в правление общества московско-курской железной дороги с просьбой провести подъездные рельсовые пути на протяжении около 15 верст от станции сергиево 1 до деревни пенькова заездами на их владельцев мельницы и заводы причем владельцы принимали на себя обязательства безвозмездные уступки принадлежащих им и отходящих под ветвь земель и кроме того гарантию определенного годового дохода с ветви далее читаем некоторые знаковые документы выписка из представления министра финансов и путей сообщения в комитет министров от 30 мая 1895 года за номером 3754 министр путей сообщения и финансов полагали бы предоставить министру путей сообщения приступить к сооружению за счет казны и непосредственным ее распоряжением следующих железнодорожных ветвей и подъездных путей в том числе от станции сергиево 1 московско-курской железной дороги до деревни пенькова протяжением около 15 верст нормальной колеи следующий документ от 24 сентября 1897 года приказ по московско-курской нижегородской и муромской железным дорогам по службе движения об открытии пеньковской ветви для грузовых операций с 1 октября сего года открывается для постоянного грузового движения пеньковской ветвь примыкающие к станции сергиево 1 московско-курской линии и с этого уже времени разрешается открытие грузовых операций на этой ветви движение поездов по пеньковской ветви впредь до изменения должно производиться лишь в дневное время исключительно лишь одним маневровым паровозом станции сергиево 1 соблюдением параграфа 131 правил движения причем подача вагонов под нагрузку и выгрузку осуществляется только указанным промежуточным остановочным пунктом номера 1 2 и 3 и конечному пункту пенькова следующий документ телеграмма министерства путей сообщения российской федерации номер е 11 284 от 11 октября 2000 года по согласованию с администрацией тульской области закрываются по параграфу 3 станции московской железной дороги овсяная на однопутном участке пласк овсяная 9 января на однопутном участке пласк 9 января и переводится в разряд разъездов работающих по знаку x новые коды станции овсяная 214 611 9 января 214 414 информируйте причастных работников внесите изменения в тарифное руководство номер 4 указанные изменения вводятся с 15 октября 2000 года конец краткой официальной исторической справки друзья она в мост как раз расположена пути этой самой железной дороги в непосредственной близости от станции сергиева 1 ныне пласк и несмотря на то что оконечные станции уже закрылись этот участок пути как мы видели до сих пор эксплуатируется и как бы там ни было но 124 года этому мосту точно есть если исходить даже только из официальной информации тот факт что озвученные предприятия вдоль реки плава продолжали работать еще в советское время позволил этому мосту сохраниться и не пойти под снос как случилось мостом через реку упу про который мы сегодня уже упоминали друзья если кому интересно то про одно из таких предприятий которому вела эта железная дорога на нашем канале также есть рассказ ссылка на него есть в описании а я на этом не прощаюсь впереди самое интересное благодарю за внимание до скорых встреч